Итак, ребят, всем привет, с вами DL, это очередной день про серии. День должен был начаться чуть раньше, именно игровой день, но не случились некоторые трудности, но пошли они немного на руку в команде Yellow Submarines, она победила за счет Тихуза, ну, за счет Тихуза противника, и за счет этого, в принципе, свой день она закончила, игровой день, само собой. Итак, мы с вами попытаемся на игру Pro-123 и Pride Gamers, две команды, в принципе, которые играют достаточно неплохо в последнее время, но чего нельзя так прям сказать точно о команде Pro-123, я просто посмотрел их статистику за последние, ну, последние пять игр, и за последние пять игр они выиграли всего лишь один матч, и это очень печально. но выиграли они, кстати, у X-Game KZ, да, именно у них, но это было примерно два матча назад. Что касается команды Pride Gamers, у них же все-то более хорошо, у них пять игр, пять побед, все достаточно ровно, вроде как, да. Итак, соответственно, за Radiant, наверху у нас просто 23 Gamers, ой, просто 23, и Pride Gamers, соответственно, внизу за Dire, как-то так. То есть, наоборот, 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 ребят, наверху у нас Dire, внизу у нас Redent, Pride Gamers у нас внизу, соответственно, они Redent. Как-то так, в общем, переходим непосредственно к пикам, к банам, тролль Warlord и Shadowfinn забанен у команды просто 23, остерегаются, остерегаются, соответственно, мета. Я удивлен, что не забанен висп, потому что вчера в двух матчах, которых я комментировал, непосредственно там был, в обоих играх был забанен висп, и это меня очень напрягало, я не знаю, почему он до такой степени боятся висп, неужели за столько, за такое количество времени не научились его контрить, ребята, ну как так? Медуза также отправляется в бан, и ждем мы четвертого бана от команды просто 23 Gamers. Ой, почему я их геймерами называю? Ну они геймеры, но... Всего-то вырывается. Ну да ладно, просто 23, просто 23, все. Медуза и Войт забанены, соответственно, у них, и Клопат, Джаггернаут и Снайпер, ждем мы четвертого бана от команды Прайд Геймерс. И Баттон банят в четвертом. Рубик, Феникс и Линус, соответственно, в пике у команды Прайд. Что же у команды просто 23? Венжи Фул Шейкер. Ага, и четвертый, ну, третий пик уже. Вот-вот, мы увидим иконку этого героя. Кого тут можно брать? Ну, в принципе, свои карты не раскрыли, тут можно брать кого угодно, если так посмотреть, и... Нельзя сказать, что вот именно этого героя я возьму. Нет, и... ребята... Ну, забрали Лину. Прайды... Пак. Пак? Пак? Почему бы и нет? Пакс, есть Саленс, есть Арба, есть чем он ситит от этой Лины, чем и выйдет. В миде, в принципе, ну, как мое мнение, опять же, потому что Лина и Пак в мид пойдут. Возможно, вчера мы видели с вами прекрасно, как Лина суппортила сегодня. Ну, сегодня, соответственно, это первый матч получается. Так, ребят, секунду. Секунду, секунду, секунду. После я все скажу. Следующий матч у нас будет Инферно против Энсо. Тим Инферно против Энсо. Он начнется, я точное время не знаю, но, вроде как, сразу после именно этого матча. Так что, недалеко не развлекайтесь. Ожидаем, будем ждать следующего матча. Ну, а пока, я пока, надеюсь, что нас очень сильно порадует команда просто 23 и Pride Gamers, соответственно. Ну, а сейчас я точно уверен, что Лина отправится в мид, тут появляется так же ли он, нужна какая-то масса Pride. И кто будет в этой массе? Я пока что не знаю, кто будет этой массой. И Зусу просто 23. Угу. То есть, это пак Hardline? Зусу это мид? Или как? Тут все как-то, мягко говоря, образно завуалировано. Ну, ладно. Сорк отправляется в бан от Pride, и у вас бан от Мирса Пирсом. Ну, от капитана команды 23. Итак, кого же ты забанишь? Добавить тут нужно, нужно на самом деле, кого? Врачкинг? Вот та самая масса, которая должна будет впитывать. Вот реально, кто тут может впитывать? Тут Зевс, в принципе, пол команды так дико прохорошивает. Вот он, антимаг. Так дико прохорошивает, что мама не горюй. Вот просто, если Зевс шейкер, если шейкер нафармит себе даггер, это будет, мягко говоря, очень весело. Я бы хотел на это посмотреть, там плюс, слепак залетает с дремкойлом. Ой-ой-ой-ой. Там больновато будет, очень больновато. Фантом Ассасин. Фантом Ассасин против антимага. Ребята, по-моему, нас ждет очень долгая дотка. Ну, посмотрим, посмотрим. Просто Прайды писали, типа, ребята, у нас там дальше следующий какой-то матч. Нам нужно торопиться. Ну, посмотрим, что Прайды нам покажут. Ну, а пока, ну, а пока, ребята, давайте мы какой-нибудь хут поставим. Ну, а пока, мы представляем команды. Так, стоп. Почему у меня микрофон в ДТВ? Нет, нет. Есть. Все, отлично. Отлично. Мир Спирс сыграет на Vengeful Spirit Studio. Откатает на Airshaker и Non-Graphon. Будет откатывать на Zivse. Шики. Фантом Ассасин на паке у нас. Стенден Никс Чка. Никс Чка. Ой-ой-ой, дружище. Капитан команды Прайдов Вэл. Сыграет на Леоне Бот Кабара. Сыграет на Рубике и Изи Бризе Сыграет на Лине на Финисе будет. Хатабыч катать на Антимаге. Дия Антимаг такой Брутал. У нас схватка, возможно, будет на той руне. И там имеется как-никак На данный момент два стана это уж точно не значит Лина может Драгонсовет вкачает, так что пока не совсем понятно, что она там будет вкачивать, но Лина определенно идет мид. Итак, пока правится она будет, здесь мид. У команды про 123. Итак, пошли. Кенигс подходит тут на самом деле. Неплохая Фессура ставится, по идее. Так, подкоп двоих. Хороший стан от Лины и минус Зевс. Минус Зевс, также минус нули Леона и руну забирает в итоге кто? Руну забирает Эршейкер. Вот как-то так. Да, Лина в итоге вкачала лайфстрайк и лайфстрайк все-таки сделал свое грязное дело. Что там у антимага? Ну, забрали Зевса. Линия должно быть чуть-чуть повальготнее стояться, так как она намного быстрее получит 2-й левел. Не сказать, что прям намного, потому что Зевс уже ее догнал. Зевс убил одного крипа, а там один фраг Зевса поделили на четверых и так получилось, что смерть Зевса если расценить в одного человека, то получается как один крип. То есть жизнь Зевса как один крип. На четверых если поделить, прям печально в общем. Ну, для Лина в всяком случае это точно. Хатавыч пришел, поставил достаточно такой вард, ничего не бочит, он дает просто вижен. Ой-ой-ой! Ай-ой-ой! Да нельзя самосвалом этим. Самосвалом, лол. Троллейбусом. Как его только не называют. Кто как. Ну, я не знаю, почему называют самосвалом. Я несколько раз слышал в пабе, что именно самосвал. В чем он самосвал, я на самом деле вообще не понимаю. Тут скорее реально какой-то метрополитен. Итак, Зевс. Третий левел поднял, Лина отстает, кстати. От Зевса. Смотрим мы на то, чем занимается Леон в своих лесах. Леон занимается вот у него вот. Вот он купил тапочки, он должен бежать к какому-то Зевсу, пытаться убивать его. Само собой, если он возьмет второй левел, он должен будет сбегать туда. По-моему, он решает даже пораньше сходить. А вот смотрите, как поставил вардпак. Он заблочил этот спалт, дает вежен на руну. Если бы он еще ставил вот сюда, по идее, или вот сюда, что ли, вроде как, и это блочилось, и это... Нет, 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 это не бочится. Это не бочится, я ошибаюсь, ребята. Глубоко и не очень правильно. Ой, ею, такая пичка неплохая. Рубик с ДД, окей. Рубик тоже, кстати, с тапочком уже и они должны на двоих там устраивать. Грязь на миде, по идее, с Леоном вместе. У Леона вот-вот появится второй левел, и уже с Хиксом, с Эмпейлом они должны выдвигаться куда-то. Но, по-моему, тут раньше выдвинется Эршекер. Эршекер выходит, выдвигается в сторону мид 2. Поднимает, будет подниматься? Не будет. Там нет вижена, кстати. Лина не видит. Лина очень далеко заходит. Лина. Лина, это может быть фатальная ошибка. Лину закрывает. Хорошая верхняя заходит до Зевса, нижняя тоже заходит, но Лина тут... Ну, Лину не пробить, мягко говоря, потому что... Так, Зевс, Зевс так не думает, Зевс так не думает, а вот фисурка бы еще была. Прилетает Феникс. Ну, ей-ой. Все было весьма неплохо. Тут получилось закрыть Лину, но Лин тоже не растиралась, не стала она там что-то тычковаться с ними совсем и тупо ориентировалась оттуда и все. Неплохо, весьма неплохо у Лина там все вышло. Что у нас там у Пакова? Пак-то там неплохо просел. Закончилось ДД, пока было ДД, там вот Кабара неплохо пробивал до Пака неплохо подхарасил. Что там у Антимага? Антимага отстает от Мартретки по Крепстату 19 крипов у него, 23 у Мартретки. Не так, чтобы прям сильно, но все же отстает. Вот очень хорошо я отношусь к таким Антимагам, который, вы знаете, не только к Антимагам, вообще к Мейн Керри, что там у Мартретки, которые, вот, и Мартретка, которые, которые не считают себя такими великими керри и все-таки покупают топорики. Тут видал этих. Вот, что я тебе распалил, то, что нет тут никакого опса и сейчас будут двигаться на Лину, Лина. Понимаешь, что-то тут не то и не видит там здесь суппортов наверху. Что-то тут реально не так. Там пак тоже неподалеку, пак вообще зашкирился, пасту забрал, суровый пак. Итак, Лина. Линия, если Лина отпушит линию, она отпушит уже линию. Да, и она очень быстро уходит, ты понимаешь, что-то тут не то. Где-то тут находится суппорта рядом и надо что-то с этим делать и надо поаккуратнее играть. А то Феникс ушел, кстати, в леса. Феникс, кстати, Хатабыч, 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 а куда ты пойдешь? Лина очень четко играет, реально, она знает, что что-то тут не то. Сейчас Хатабыч все спалит. Хатабыч. У Хатабыч Айкару в кулдауне. Хатабыч. Фиссуры накрывают и болтом добивает Дзевс. Но... Не сказал бы я то, что Феникс пожертвовал собой ради спасения Лины, то я сомневаюсь, что ее убили. Она все прекрасно понимала, она стояла вот здесь и в принципе ее сложновато было поймать. Хотя Венгат их не думает, и Венгат продолжает здесь караулить Лину. Лина тут Фиссура может залететь, Фиссура может залететь, Венгат спалилась и уже по-моему ганг можно считать законченным. Что там у Мартретки? 41 крип, есть ПТ, есть тысячонка сверху, Феникса сейчас опять накроет Венгат, хотя Венгат, Венгат, Венгат говорит, до смеха подходит Леон, Хекс вешается на Пака, и Пак тут тоже умирает, да. Минус 2, Шекер, и Пак отъехали. Зевс, кстати, поднял 6-й. А Зевс почему-то зажал ультимейт, лоу. Почему он не дал Рубик, а там Рубик по идее умер бы. Лоу. Нет, там у него было меньше, его еще подхилила Лина с ботом, вот там весь прикол. У него сейчас там 200 с чем-то, 275, по-моему, и ультимейт Зевсану там плюс. Иммуны разные, но 225 на первом левеле, но там было еще меньше, так как Лина действительно его подхилила. Ботом, а, да, вот, Рубик отъехал. Рубик отъехал с ультимейта, о чем я и говорил, ультимейты нижние, я так понимаю, да, ультимейты нижние или ультимейты верхние. Все, 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 болтом Рубик откинулся, но в итоге все равно умер. Итак, Шейкер, Икарус, что у нас там? Икарус есть, есть Транквил у Феникса также. Феникс, Мартретка что-то видит, что-то знает. Потаплик спрятался. Ну, приходит Рубик, Нотов. Какая-то паника в рядах по Райда, как по мне, потому что ну, там оставили антимага, антимага вроде никто не трогает, антимаг вроде фармит, но Мартретка, кстати, Мартретка позволила антимагу, скажем так, уменьшить расстояние по крепам на общей дистанции и крипал за прожимает Лина вылетает. позволила сузить расстояние по крипам и антимаг догнал своего оппонента буквально 6 крипов между ними. Потом идет Лина, у которой 50 крипов и затем Зевс, у которого 37 крипов. У Зевса есть Аркан, есть Ботл. Ему что-то летит. Что ему летит? Ему летит поинт бустер. Вот так вот. Восьмая минута. У Зевса все отлично. 2-1-1 статистика. 37-2 крип стат его. Что там у Лины? У Лины Фейзы. У Лины 0-0-3. 3 ассиста неплохо. И 50 на 3 его ее крип стат. Вот эти варды. Вот я их обожаю, реально. Тем более при такой игре, при таких гангайщих суппортах. У-у-у-у-у. Нетворц? Ну, там за счет крипов именно Мартолетка немного опережает мейн кэри команду Прайд. Точнее, антимага. Ну, вот так вот АМ. Чуть-чуть отстает по крипам, но, мне кажется, он все нам верстает, так как он решил собирать, походу. Баттл Фьюри к 2 А.М. Начнет быстрее фанать, само собой. Что там начнет собирать Мартлетка? Я пока что не понимаю. Лина возвращается в игру. Мы тебя очень сильно ждали, дружище. Есть 2000 у Мартлетки, и Мартлетка будет что-то сочинять сейчас. Инвиз у Зевса. А, он сразу дропнул и стал куда-то выдвигаться, хотя вот тут он мог выдвинуться. Видят Феникса сейчас. Феникс, Феникс, засыпочку дали, вторую, подошел. Мартлетке вообще, по-моему, на все плевать, вообще стоит, бьет крипов, ей больше ничего не надо. За Таву могут зайти, если хотите, ребята. имеет она восьмой левел. Все ровно, в принципе, стояло в соло, антимага седьмой. Пак просто пытается хоть какую-то экспу поднять, ему нужен шестой левел. Нужен шестой левел, кстати. Времени Блину в миде расщепил Зевс, скажем так. Четвертый болт, как он там? Да, болт, нижняя и ультимейт. Вот и все. Пропустил, пропустил ты в миде. Зевс, само собой, очень быстро убивает, Мартретка напрыгивает буквально на смысле на Рубика, Рубик получает очень сильно еще фиссуру. Кинжал тут пытается хоть чем-то откинуться, Леон. Леон понимает, кого надо ловить, хотя Венга тут очень сильно ему противоречит. Хотя Мартретка на развороте откинулась кинжальчиком. Кинжальчик, напомню, Макшиной, кинжал, затем Блинг и минус Леон. Но два, в принципе, не очень толстого сухорта, очень быстро умерли, само собой. пытается ориентироваться отсюда Венга, ну, уходит, 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 уходит Венга отсюда и Антимаг опять же на фрифарме. К шестому поднялся все-таки Сепак. Антимаг, Антимаг, Родсворд купил он все. Феникс, Феникс, сильно просил Феникс. Мартретка пытается его догнать, Мартретка нет. Под замедлением не стоит, не стоит, не стоит. Антимаг, отчеток как-то все не очень у Антимага, вроде Крипстат нормальный, или мне кажется. Антимаг, кстати, очень сильно догнал, уже перегнал, очень быстро, скажем так, догнал Мартретку, Крипалм, но Мартретка в свою очередь убивает. Убивает, и у нее 2 кила, 1 ассист, все ровно, нет смертей, 68 на 17 ее Крипстат, и 72 на 73 на 17 Крипстату Антимаг. Вот так вот. Венгар ждет какой-то агрессии на Пака, здесь Леон в лесу стоит. Вэлл должен видеть эту игру намного лучше всей своей команды. Капитаны, он должен как-то руководить действиями на боте, в данном случае Леон хектит Пака, там правда получает Вэлл, ой, 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 я подкоп-то в никуда и тут Венгу бросает пак сейчас. Венга, Венга, Венге бы как-то развернуться, откинуться, чем-то там идет уже Зевс, подходит Зевс, но Венга пытается выжить максимум из этого всего, обстанивается тут Венга, Зевс приходит, Зевс, но Венга тут умирает, пытается убить Леона, Зевс, убивает вот таки, Леон, он тут антимаг бушует вообще. Ну, антимаг, в принципе, в теории мог попробовать подраться, даже убить, но решил он не рисковать, так как вот-вот у него появится еще и клеймор, и это верный путь к БФ. Что там у Лины? Лина заварить пытает селью, к временем как у Зевса уже есть Point Booster, есть Тарканы, есть Сауринг, есть Боттл. У нее такой длинный стан получился с Лина, залетела также в нее все 40, правда, Тауэр. Ребята, из команды Прайд забрали, и теперь какие дальнейшие действия? От команды просто 23. Феникс, что у тебя, дружище? У тебя есть Тики, у тебя есть Транкфил, у тебя есть Телепорт, у тебя есть Урна уже. А вторая Квартека тоже выходит в БФ, зеркальная, буквально зеркальный сбор у того и у другого Кэррия не хватает, разве что у Артельки Пурман Шоула, а так все в принципе, ну и у Антимаги Телепорт. Дак Леон, под смоками, на хосте, сбросили все смоки, кстати, и Лина приобретает ЕУ. Выход какой-то в мид будет или что? Артимаги пришел в мид, так, стоп, Антимаг через плюсы качается или челевый, он тупо не вкачивает ничего. Мартретку тем временем расщепляет на топе Лина вместе с Фениксом, неплохо, как он и будет залетело-то. Да, очень быстро, я смотрю по хаусбарам, там очень сильно Мартретка просела, и вот-вот у Антимага появится. БФ. Кстати, у Фантомки он уже появился, но он в куре, и у нее нет возможности на данный момент крипаться, а будет БТ-Антимаг, прям Антимаг тут прям потеет очень дико, АМ молодец, молодец. 6-7 у нас счет, смотрим мы Нетворс, Нетворс вырвался в топ, Антимаг у нас, он сейчас БФ-ом будет пытаться увеличить свое преимущество, и вот, вот о чем я и говорю, все происходит буквально зеркально, в прямом смысле этого слова, Шейкер отстреливается офисурой, тут надо пытаться хотя бы забрать, мне кажется, Шейкера, но Изит умирает, Изит оформляет дабл хилов, а убивает также он Феникса, перед этим ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй итак, 741, так что, какого-то заработали, за вот этот микрофайт, за этот побег, скажем так, от команды просто 23, Антимаг ушел в леса, один славу есть у него, качает, он берет в двойку ультимейт, и, что он дальше, а это будет Яша, скорее всего, дефолтно, 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 и упад, появляется даггер, вот такие вот дела, ну, Пак, очень экономичный вариант, Биллдас выбрал, безгреженого тапка, безгреженого стика, боттл, стик и тапочка, и сразу он решил даггер говорить, но, в 15-й минуте он его всего лишь, все-таки заварил, все отлично, все отлично, Мартретка 800 уже имеет, антимаг, ну, можно сказать, тоже 800 имеет, так вон, купил вот так себе элемент для Яши, и команда просто 23 скопилась в миде, скопилась она в миде, и сейчас будет что-то пытаться придумать, антимага, ну, как ты будешь чем-то ловить, по идее, тут есть чем ловить, тут есть парк, в конце концов, есть шейкер, ну, шейкер это такой, за тисуру шейкера ты не убьешь, антимага это 100%, хотя, я так уверенно не утверждал, антимаг, тисуру шейкер, вот, о чем я и говорил, нужно уже максить блинкому, в любом случае, как, один блинкому, немного дает, тут зевса, зевса, накрывает, станом лина, и у стан, тут очень больно, линь, и лина в итоге умирает, и не хватило маны на лагуны, я так понимаю, она рассчитывала именно на нее, есть арба у Рубика, Рубик уходит с арбы, очень грамотно, все получилось, Леон, 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 что с тобой? Леон, в итоге неплохой стан, и яйцо кастует, Феникс, Феникс, Феникс вот пытается убить, но тут Рубик хороший, койл дает Рубик, в итоге, размансовал так слегка, команда просто 23, и в итоге остается в живых, один антимаг, который двигается по топу, я не совсем понял, кто от кого умер, вроде, ну, хотя все вроде на моих глазах умерли, лол, Лина умерла в начале, Лина не участвовала в файте, так, пыталась она убить Девса, но, немного не по силам, все получилось, не рассчитала на свою силу, скажем так, тимаг прилетает Яша, 16 минута, БФ, ПТ, Яша, все вроде как нормально, смотрим мы графики, всего лишь 5 сотен, Тим Прайд ведут, на 17 минуте, по Гаудея, по экспес выше, 2000, ведет команда, просто 23, вот как-то так, Аркана у Рубика, пытается, ну, в принципе, он уже может купить себе рецепт, на, урну, но только я не вижу смысла, ну, две урны, это круто, скажем так, мне кажется, можно было бы что-то, по-полезней сварить, по мне, ну, какой-нибудь, форс, я не знаю, был бы тут неплохо, почему бы и нет, ну, просить на Венгаль, чуть-чуть давайте, ребяти, побыстрее, так, Зевс находит антимага, тут еще Венгаль, антимага, у него кулдаун, блинка и, смак, ой-ой-ой, сбросили ему блинк, сбросил ему блинк, точнее, Зевс, а вот тут, на самом деле, я не уверен, у Зевса появился, бутстоун, об этом я не сказал, и после бутстоуна, у него есть, почти 2000, что он будет дальше, приобретать не очень, интересно, Лина, загуляла, Лина, куда ты пришла, Лина, что ты творишь, Лина умирает, то у него вагон, но Лина, мягко говоря, очень дико наглеет, Феникс тоже тут умирает, набухи его для Мартретки, 8-15 у нас счет, и, по-моему, Тимбрайт начинает сыпаться, надо подсобраться, ребятам, иначе все может закончиться не очень хорошо, а вот тут на топе Зевса подловили, избивает с него стрик, правда, сбивает стрик именно Рубик, и у него появляется 1800 сразу, но у него был 800, по-моему, тут момент, я говорю о Форстафе, потому что, о покупке Форстафа, ну и команда просто 23 решила спушить в мидл, да, пошли все в мид, но, что-то как-то сбился, атакующий порыв, ребята, куда-то, разбегаются, в итоге, Бокабелл, моток, билл, такой вот замечательный артефакт, интересный, муфа от антимага, если бы какой-нибудь пак блинковался, вот он сюда пошел грамотно, всем, я тоже сам подумал, потому что он когда-то вот сюда блинканется, сделать тп, но он блинканулся вот сюда, отсюда, вот сюда, и так, тактически ушел, вот он двигался вот отсюда, вот так вот, по прямой, никак не сюда, не убегал, не блинковался сразу, а именно вот так, скрал, но мне, может быть, случайно, может быть, я накручиваю тут, но, это было, ну, мне так казалось, в любом случае, 2000 антимаг, что ты будешь приобретать дальше, 165 крипов, что там по крипстату у Мартретки, Мартретка чуть-чуть остает, на десяточку, тут стоит Мартретка, но антимаг, это все, это БФ, это машина для фарма, начинается, ну, так, я не говорю то, что прайды, в принципе, тут гробят свою игру, гробят, ну, ну, точно не антимаг, скажем так, потому что антимаг тут изо всех сил пытается выформить хоть что-то, у него, в принципе, это получается монтар, в 20 минуте должна появиться, хотя, на 20 минуте она уже не появится, но через минуточку, через два пака, через три пака крипов, там бы конечно там сбегать, было бы неплохо, ладно, она у него должна появиться, и форстафу у Зивса появляется, тут встретились два мейнкэрри, Мартретка и антимаг, БКБ, кстати, Мартретка я озвучил, 1200 после БКБ, у антимага тем временем, купил он себе ультимейт орб, есть Яша, не хватает буквально рецептика, и все, и будет все в шоколаде, что там у Хатабыча, Хатабыч купил себе, перчатку, а что ты будешь дальше, это будет Мидас, ой-ой-ой, а вот это уже весело, а вот это уже весело, и то, о чем я говорил во время пика, это то, что, хочу увидеть комбинацию, Зевс, Пак и Шейкер, одновременно, причем, у Шейкера скоро, должен появиться 11 левел, и это не очень весело, будет, в команде Прайд, так тому, не сказать, что все плотные герои, в принципе, Рубик, Леон, должны будут, просто, буквально, сразу рассыпаться, 800 хп у Рубика, у Леона, 600, так что, он тут будет, придумывать, Шейкер, Дом Богу, известно, ну да ладно, ну да ладно, заходит на, на Рошана, заберет его, буквально, за считанные секунды, у нее, также есть Мом, Гурбик, кстати, Даггер появился, а, не знаю, это спортный артефакт, на самом деле, не как тут, Форс был бы получше, ну, Зевс тут, скажем так, неплохо сбивает, Даггер, если, позиция от Дефа, даже если от атаки, то есть, нижняя, хочешь не хочешь, будет сбивать его, ну да ладно, это выбор Рубика, да и Форс тут, мог бы сейвить своих, в принципе, почему бы и нет, мне кажется, Форс был получше, ну да ладно, ну да ладно, это выбор, опять же, повторюсь, Рубика, Винга, что-то себе, Винга пытается, заварить себе по Т, понимаю, да, себе ТП, отличный смоу, качественный, два героя, остаются под смоками, нет тропать, смог в итоге, забирают, один вышечку, 123 и уходит на топ, антимаг там в наглую пушит, есть у него уже монта, после монты, кстати, 1600 имеется у него, что он будет дальше, неужели это будет Тараско, или что, что он будет покупать здесь, ну да, вот о чем я и говорил, 216 крипов, увеличивает расстояние, покреп статуи между Мартреткой, и с собой, антимаг, убирает инвиз, и пошел искать кого-то, вот найдешь, таки убивают Феникса, тем временем, где, убивает Феникса, вот, вот, все, тут от Рубика уже не стоит, все равно, еще от меня ничего, правда, Рубик успевает забрать, Вингул, Студио, студио ЛОХПшный, и все, минус 4, минус 4, и я даже не понял, что произошло, а произошло тут, в принципе, все, тут Эхо Слэн был, тут, правда, Дрим Коева не было, но было, было два болта, от Рубика, о, от, от, Зевса, Рубик Эхо Слэн шаровал, красава, там не было крипов, и особо, и героев не особо было, вот в этом, в этой области, он его дал, вот тут стоял здесь, вот тут Мартретка, и тут стоял он, Шейкер, и, по-моему, Пак, в итоге, какой-то не очень, а, и Винга, 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 пока не было, пока не было, Винга стояла там, и как-то не очень получился, и он сейчас зашел, скажем так, Эхо Слэн от Рубика, ну, ну, да ладно, по-моему, Башерс должен появиться у Мартретки, да, Бесл Бэйд был весьма неплох, тем более против антимага, и Аганим, Алиен Алина, давай придумай что-нибудь, интересно, антимаг, 3000 имеет, в своем активе 17 лево, также он имеет, эм, да, антимаг через плюсы пошел, изначально, я обратил на это внимание, но, такое, Тарасочку будет собирать, прикупить, но, по-моему, он будет оставлять, так же и на байбэк, есть, э, Глиф, у команды просто 23, а, есть ли Глиф, да, так же есть Глиф, и, о, команда Прайд, уходит антимаг, прилетает сюда, пак, как там оставай за Рошана, до падения Егис, скажем так, поднимает пака, пак, пак, минус пак, и с ФТП сразу, вот, Мартретки, что ты сделаешь, Мартретки, как ты прилет, а, нет, а вот сейчас уже, больно может быть, антимаг, феникс улетает, феникс неплохо, феникс, феникс делает ТП, феникс, успевает улететь, феникс, где антимаг, антимаг тут тоже, ТП аут, потом, где сманили всех, э, на ботлейн, в принципе, не задефали, топ, но, и с вами, кстати, не сломали, но убили пака, убили пака, и, кстати, феникс купил Мидас, не самый лучший артефакт для такой минуты, скажем честно, и Мартретка, ой, с двух ударов, буквально убивает, кстати, Лину, и Мартретка оформляет трипл килл, там, с одного удара умер Леон, и, Рубику, тоже не очень, хорошо жить, когда Мартретка вот такая, вот, опасная, ну да, криты просто дичайшие, здесь, и, в итоге, остаются неуделы, антимаг, с фениксом, что им тут делать, вопрос, вот как они будут дефаться, ну, сейчас, пока заберут, Т2, там уже, кажется, АИ, должен пропасть, и на Т3, навряд, сказать, вот, антимаг, тем временем, сломал Т2, а топи, и есть у него уже Тараска, тэпаута, правда, нет у него сейчас, ну, и, просто 23, ребята, решили отступить, ну, правильно, там уже все резнутся, и, без Аегиса, ребята, не стали заходить, тем более, есть Т1 в боте, к чему бы туда не сбегать, вот, антимаг сейчас, зря, мне как-то отступает, есть у него ТПшечка, да, вот, он, навстречу, непосредственно, курия шел, можем, вот, пушить, Т3, почему бы нет, Аегис пропал, антимаг пошел, антимаг пошел, антимаг полон уверенности, сейчас блин конется, приключил он ПТ, да, и, мартретка и компания решили зайти на Т2, по БО, Т2 по БО туда, а вот для чего, да, гернушен бой, я понял, Лина тоже на ТОПе, у Лины есть, все нормально, антимаг заходит на Т3, и антимаг будет пытаться, байтить на себя, точнее, телепорт, а МИПАК вылетает, в итоге, Сайленс никуда, и, у Зевса, Зевса и ПАКа не будет, замес, если замес будет на БОТе, надо пытаться ловить хоть кого-то, Мартретку, Лина подходит, поднимают, Мартретка очень больно делает, Лине, Лина, встань, Хекс хороший, Лине надо хоть что-то, заюзать, Лина заюзает, но очень поздно, а куда, а где лагуна вообще, лол, а где лагуна, где антимаг, антимаг, где ты, антимаг тут воюет с Шейкером, в то время, как Мартретка убивает всю его команду, правда, сейчас антимаг должен встретить Мартретку, антимаг, антимаг Мартретки на самом деле, вот тут такая живучая Мартретка, 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 еще Пак приходит, и Пак тут, Рэмпыч оформляет, Фантом Ассасин, откуда Пак взялся, он же вроде на топе был, лол, неплохо, 2000 за этот файт, и смотрим мы графики после этого замеса, свыше 7500, просто 23 по XP, и десяточку только что миновало, то есть наоборот, по XP миновало десяточку, а по Галде, свыше 7500, и я без обуви, у Мартретка, помимо обуви, напомню, Сакрит Рэли стоит, в районе 4000, у нее есть еще 2300, ну, 3800, если быть точным, если я не ошибаюсь, что возможно, что очень даже возможно, Сакрит Рэли, 3800, нет, я прав, все нормально, Зевс, Рефреш, прикупил, суровый Зевс, такой билд, сильнейший, есть, у него Глодстоун, есть, с Рефреш, есть, Форст Тафф, с Ботла, как-то так, и так, Леон, Леон, о, Мартретке не нужна помощь, Мартретка, просто залетает, убивает 3000, тем временем, у нее, и 4, слота имеется, есть еще, в принципе, два слота, так это уж точно, ну, помимо Атапка, там, не берем в расчет, так, появить, могут появиться, в итоге, тревола, ну, ладно, так, Мартретка, вижу, цель, не вижу препятствий, пошла Мартретка, Линни, ботсу, ориентироваться бы куда-то, но Лина, по-моему, не верит, то, что Мартретка может прийти, и сделать бобо, а Мартретка приходит и делает бобо, все печально, все очень печально получается, для команды Прайд, ну, да, здесь грамотно подсветила ультом, не мог, не поняла, Мартретка, где находится Лина, улетает, в итоге, на фонтан, и Лина, и Мартретка, только Мартретка, на телепорте, а, Лина, непосредственно, в виде жертвы, итак, где, кто у тебя новый, Тараска у тебя уже была, 1700 после Тараски, после смерти, я напомню, 410, кстати, с Галди, и, кстати, сейчас встретятся, опять два мейнкерри, а там есть Абисо Боит, у Мартретки, но он в хулдауне, и, да, Мартретка не стала прыгать, тем более, понимает, что, ну, чем я его буду встанить, это его убить, его убью, возможно, даже, скорее всего, его и убью, за Абисо Боит, думала, Мартретка, 100%, но, ой, ой, я убиваю, тем временем, Леона, и я пропускаю, пока рассуждаю на одну тему, тут происходит совсем другая, и, антимаг в боте, антимаг в боте, Мартретка в топе, у Мартретки, вот этот мой, как петрового, чего бы и нет, попробовать можно, антимаг, антимаг куда ты, антимаг, ой, нет, мне показалось, что он погнался в догонку, но нет, маг решил сыграть строго Адепа, ну и вся команда, Прайд, ничего им не остается, кроме того, чтобы сыграть Адепа, вот реально, 22 тысячи, у Мартретки, Найтворс, 18, у антимага, 13, у Зевсай, 10, у Лины, как-то так, затем идет Пак, Шейкер, Рубик, Феникс, Эвенга, или он, непосредственно на последнем месте, антимаг не за всех сил, пытается, запушить топ лейн, и тем временем, Мартретка заходит на Рошана, что? Мартретка покупает рефреш, чисто, чтобы рефрешить, я так понимаю, Абиссов Войт, 100% ради этого, но это вообще какая-то, Пак забирает Аегис, вот так вот, так антимаг, антимаг, ублинковается, отсюда антимаг, не стала ее сзади, Абиссов сразу, мне кажется, это явилось, это ошибка, Элину тем временем убивают, очень быстро, но мне интересно наблюдать за Мартреткой, будет не второй рэмб, чего-то, главный вопрос, мне кажется, тем временем, Зевс, окей, хотел сказать, Зевс с Шейкером попали в засаду, но мне кажется, тут получилось все строго до наоборот, антимаг, а почему, Пак, неужели ты не знаешь таймингов, неужели ты не знаешь таймингов, но это, полбиты, вот она главная беда, которая летит сейчас, Мартретке, это рефреш, на Мартретке, вот так, вот так вот, ребята, что мы тут будем дальше придумывать, я не совсем понимаю, давай уж с догона сварим, чего уж там, Мартретке, ну, придумал, придумал, очень сильно придумал, Рубико Руи Торву, неплохая Арбак, кстати, и время Мартретка просто ошла, сделал три удара и убил Рубико, без скритов, напомню. У Пака, вот вот появится, кстати, Аганим, опять остается ему до Аганима, ну, по-моему, вот уже все решено, 14 тысяч по голде, 23 по Испе, и очень быстро умирает Феникс, очень быстро умирает Леон, Феникс байбекается, антимаг пытается воевать, антимаг рефрешит, свой Абиссоу, Мартретка, но антимаг в итоге не убивает, и ГГ пишет команда Спрайз. Ну, первый Вин, то 1-4 шляп. По-моему, там, а, ну, может, на про-серии, да, все, то они рассчитаются, я именно непосредственно считал. А, ну, все правильно, из пяти матчей, единственные выстрелили с казахами, все правильно, все правильно, все правильно, печально, но, в итоге команда просто 23 побеждает на матче, и побеждает никого иного, как, скажем так, винера, всех винеров, команду Прайд Гейминг. На этом у меня все, ждем мы следующего матча, я напомню, в следующем матче у нас будет Инферно против Фенсу, он начнется буквально сразу же после этого. Немного музыки, ребят, и мы продолжим. Напоминаю, что с вами Дэйл, и у нас остается последний матч сегодняшнего дня, просто сидим, наслаждаемся, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,